Часто вот мне перед лекцией женщина должна вопрос, Олег Геннадьевич, как мне быть эмоциональнее? Человек не может быть эмоциональнее, потому что у каждого человека эмоции построены определенным образом. Изменить это невозможно. Допустим, женщины говорят, я не такая женственная. Все женщины женственные. Просто есть занятая женщина, а есть не занятая женскими делами. И вот та женщина, которая не занята женскими делами, она не женственная. Вот допустим, мужчина говорит, я что-то слабый какой-то, не могу гирю поднять. Ты не слабый, ты просто не занимаешься в спортзале. Иди позанимайся и сможешь поднять. У тебя мужское тело, оно сразу станет сильным. Точно так же есть женщины, которые не занимаются женскими делами, есть мужчины, которые не занимаются мужскими делами. Мужчина говорит, я трусливый. Ты не трусливый, просто тебе надо пойти и потренироваться, в спарринге постоять. Просто потренироваться. И ты станешь смелым. Почему? Потому что нужно просто заниматься мужскими делами, мужчине. А женщине женскими. Говорят, как же мне стать нежной? Просто забудьте, и станешь нежной. Я хочу быть нежной. Не надо хотеть быть нежной. Нежность — это награда. Доброта — это награда для женщины. Нежность — это награда. Я хочу первое место. Не надо хотеть первое место. Надо хотеть тренироваться. И тогда ты получишь первое место. Я хочу на девятый этаж сразу прыгнуть. Не надо на девятый этаж прыгать. Надо зайти в подъезд и встать на ступеньку первого этажа на первую ступеньку. И потом на вторую, на третью. И так ты дойдешь до девятого этажа, не заметишь. Доброта – это награда. А возможность быть добрым идет из-за того, что человек хочет давать людям то, что им нужно в жизни. И вот это вот давать людям то, что нужно – это женская деятельность. Женщина заметила, вот этому человеку это не хватает раз – дала. И она увидела благодарность из его сердца. Вместе с благодарностью она глубже поняла природу человека. Когда женщина начинает природу людей понимать, она всем знает, что нужно. И это называется доброта. Вот она заботится, у нее есть опыт. Она заботится и знает, что ребенку, вот допустим, женщина, когда она имеет ребенка, она по отношению к другим детям тоже становится доброй. А до этого она может и не понимать. Почему она становится к детям доброй? Потому что она уже тренировалась. То есть она заботилась о каком-то ребенке и знает, что нужно детям в целом. Потому что она получила такой опыт в отношениях с детьми. До этого она тоже была доброй женщиной. Потому что все женщины по природе добрые. Все до одной. Просто одни тренировались, а другие нет. Теперь женщина говорит, а я не добрая вообще. У меня нет сострадания никому. Мне не вот человеку плохо. Я как бы не реагирую. Если женщина так думает, это значит, что она просто не тренировалась. Потому что женщине дано женское тело, понимаете, женское. Там все уже предусмотрено для того, чтобы сострадать. В женском теле все предусмотрено. Единственное, чего не хватает, это тренировки. И поэтому люди говорят, я хочу развить себе доброту. Не надо хотеть развить доброту. Надо хотеть делать добрые дела. Понимаете разницу? И не хотеть первое место, а хотеть просто так жить. Вот как, допустим, развить гостеприимство. Некоторые женщины говорят, а я не люблю, когда ко мне гости приходят. Все женщины хотят комфорта. И все женщины хотят тишины. И хотят, чтобы их не беспокоили. Правда ведь? Все женщины хотят уединения какого-то, спокойствия. Они так отдыхают. Женщины отдыхают в тишине, уединения. Кто сказал неправду? Да. А как вы отдыхаете? И так тоже, по-разному. Но мне нравится. А я не увлекаю. Мне нравится. Это понятно, что всем женщинам нравится общество. Но два дня назад вас так напрягли, что вы ушли и никого не хотели видеть какое-то время. Это называется отдых. Вспомнили? Да. Вот это называется отдых для женщины. Когда женщину напрягают, она отдыхает в одиночестве. И некоторые женщины думают, вот теперь смотри, логика, что им не нравится, когда приходят гости. Потому что гости их напрягают. Некоторые женщины так думают. Но на самом деле это неправильное мышление. Потому что женщина просто должна начать служить гостям, приглашать их. И она поймет, что ей это очень нравится. Просто она никогда этого не делала, поэтому у нее как бы страх перед этим и неприязнь какая-то. Но она просто этого не делала. И она говорит, я по природе не люблю гостей. Ты не любишь гостей, а ты просто никогда этого не делала. Тренируйся просто. И ты начнешь любить гостей. Так же, как все остальные женщины. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Женщины часто обвиняют себя в мужских качествах. Она говорит, я грубая, Олег Геннадьевич. Ты не грубая, просто не занятая. Начни заботиться обо всех, станешь нежной. То есть, когда женщина становится грубой? Когда она не занята. Вот чем она занимается? Она, допустим, там болванки пилит на работе. Конечно, она будет грубой. Потому что она занята этим. Но природа женщины не болванки на работе пилить. А любить людей, заботиться обо всех. Но каждый человек должен действовать по своей природе. Тогда он будет эффективным. Вот часами хорошо гвозди забивать или нет? Нет, они для этого не предназначены. Для этого молоток предназначен. Мужская природа. А часы женские, очень тонкие, чувствительные. Не очень, пожалуйста, сделайте выше, если возможно, звук. Вчера было громче. Сделайте громче, пожалуйста, звук. На колонках. Видите? Мы откроем дверь, позовем друзей. Песни запоем, станет всем светлее. Кто услышит нас, тоже запоет. Чистая слеза с неба упозет. То есть, понимаете, хочешь, не хочешь, надо это делать. Есть то, что женщину развивает, а есть то, что мужчину развивает. И если это женщину развивает, а тебе не нравится приглашать друзей, все равно придется это делать. Начинай с тех, кого ты любишь. Не то, что чужих ты совсем приглашаешь. Тебя это ранит. Начинай с тех, кого ты любишь. Приглашай, заботься, корми. Если женщина в дом друзей не приглашает, не заботится, то в доме копится эгоизм. И тогда начинают скандалы, ссоры. Когда в дом друзей приглашают, скандалов меньше становится. Тогда не надо его приглашать. Не надо, не надо. Приглашайте только близких людей. Женщина не должна приглашать чужих. Не надо чужих приглашать. Близких только приглашай. Он сам приходит, да? Это есть мужик. Если человек сам приходит, надо мужу сказать. Он скажет, слушай, ты сам не приходи к нам. Мужику сказать это несложно. Нет проблем с этим. Женщина должна разделять обязанности. Допустим, мальчик напроказничал, женщина мальчика не может сама наказать. Или если она наказывает, он еще звереет больше. Она должна сказать мужу, он его будет наказывать. Есть мужские обязанности, есть женские. Если она хочет наказать его просто тем, что она не разговаривает с ним, нормально. Это женское наказание. Но если она хочет его по попе побить, то не надо, потому что мужчина от этого звереет. Когда женщина наказывает мужчину, он начинает звереть. То есть мужчина не примет никогда, что женщина его сильнее. Даже мама. Даже маленький мальчик не примет никогда. Поэтому надо наказание отдавать мужу. Пускай он наказывает. Это эффективнее. То есть женщина должна учиться. Вот смотрите, как женская психика устроена. Женская психика очень медленно переключается. Ей, чтобы на что-то настроиться, нужно время. Вот, допустим, приглашать друзей. Она никогда не приглашала. Он думает, я никогда это не смогу сделать. Начинайте просто с тех, кого вы любите. Приглашайте почаще. Потом будете любить больше людей. И постепенно вы станете гостеприимными. Это просто вопрос действия вот этого. Совершенно не этого действия. Но никогда, женщина, не думайте, что вы быстро сможете включиться во что-то. Женская психика не быстрая. Она очень медленно перестраивается. Так устроена природой. Допустим, она думает, почему я никак не могу выйти замуж за этого человека? Он уже мне давно предлагает. Если ты хочешь выйти за него замуж быстрее, тогда начни о нем заботиться. Начни ему готовить, убирать, что-то делать для него. И ты лучше его узнаешь. И тогда тебе легче будет за него выйти замуж. А если он о тебе только заботится, ты ходишь, только подарки получаешь. Как ты его узнаешь? Ты его вообще никак не узнаешь. Надо что-то для него начать делать и смотреть на реакцию. То есть заботиться, действия совершать по отношению к человеку. Но все равно, даже если ты будешь действия совершать, ты не сможешь сразу принять решение. Потому что женщине для принятия решения требуется очень много времени. Так устроена женская природа. Или, допустим, женщина обиделась. Она может быстро простить. Но глубоко простить быстро она не может. Осадочек все равно у нее остается. А мужчина быстро прощает, и все, у нее нет никакого осадочка. Или просто прощает, все, как бы он забыл. Но женщина не может так забыть. И поэтому женщина говорит, Олег Геннадьевич, я злопамятная. Ты не злопамятная, а ты просто женщина. Женщины надолго запоминают все, что с ними происходит тяжелого. Они не могут от этого отвлечься. Так устроена их психика. И поэтому мужчина, когда он, допустим, увидел недостаток у жены какой-то, он ей говорит, ты что вообще? Так удивлен. Потому что у женщины все недостатки скрыты за красотой. Она так устроена, так себя ведет, что недостатки заметить невозможно. И она даже сама в себе их не видит. Вот. Ну так женщина устроена. И когда мужчина увидел недостаток у женщины, он говорит, ты что вообще? Но женщина, она не просто видит недостатки в мужчине. Она их запоминает навсегда. Поэтому она, когда он, она так удивляется, он увидел ей в ней недостаток и удивлен. Она достает пулемет своей памяти. Потом. А у тебя там такое, а ты тогда вот. Он такой. Я все понял, все. Поэтому женщины спорить как бесполезно. Она все, мужа знает, а он о ней ничего не знает. Поэтому как спорить? Ничего не сделаешь, никак не поспоришь. То есть, как есть, так есть. Если женщина переживает, она думает, я такая ранимая. Если ты такая ранимая и постоянно обо всем переживаешь, тогда отвлекись от себя и просто начни думать о ранимости других людей. Начни им помогать. И ты перестанешь быть ранимой. Ты беспокоишься, что ты ранимая, потому что ты думаешь только о себе. Один. Это естественный женский недостаток переживать о своих недостатках. Когда женщина переживает о своих недостатках, это значит, что она не занята. Ей надо просто чем-то заняться, понимаете, начать кому-то помогать. Один ученик пришел к наставнику и говорит, я такой падший, я самый падший. Он наставнику своему говорит, я самый падший. Наставник говорит, ты не самый падший, ты просто падший. И все. Перестань думать о себе, иди займись чем-то полезным. Это для женщин касается. То есть женщины очень сильно переживают о своих недостатках. Почему они переживают о своих недостатках? Потому что недостатки мешают им быть счастливыми. Если бы не мешали, то и не переживали бы. Женщина хочет быть счастливой, она родилась для гармонии, для счастья. А недостаток мешает этой гармонии. Этому она переживает. Это эгоистическое переживание, не бескорыстное. Поэтому женщина должна поймать себя на этом эгоистическом переживании и начать просто что-то делать для других людей. И тогда она меньше будет переживать, а больше будет занята полезными вещами. А всегда так. Нет, вы ошибаетесь. Они начнут таять. Таять начнут. Да, конечно. Есть такой вид очищения сознания. Называется забота о других. Это вид победы над судьбой. Есть несколько видов побед над судьбой. Один вид, когда ты заботишься о других, твоя судьба становится милостивой к тебе. И ты забываешь и прощаешь, заботишься о других. Второй вид победы над судьбой – это аскеза. Вот забота – это женский вид. Дарить пожертвования, кормить людей, заботиться – это женский способ побеждать судьбу. Аскеза мужской. Допустим, мужчина постится там, неподвижно молится там и так далее. Мужской способ. И мужчина просто выдерживает судьбу и побеждает ее. А женщина, она побеждает с помощью служения. Он заботится, а заботится всех раз, ей легче стало. Потом вообще все прошло. Вот, допустим, женщина попала в беду, муж ушел, допустим. Бросил ее. Предательство. Невозможно вытерпеть, очень больно. Что женщина должна делать? Она должна пойти куда-то, где святые люди находятся, допустим, в монастыре, начать там служить, в храме помогать. Вот она находится на высоте пики страдания. Она должна бросить все, идти туда, где люди делают добрые дела. Пришла в храм, пол помыла, что-то сделала еще. И когда она начинает вот заботиться, заботиться, служить, у нее полностью пропадает всякое страдание в сердце. Так она побеждает судьбу. И она потом сильнее становится в этой ситуации. И третий вид побеждать судьбу – это память о Боге. Это через молитву делается, через изучение священных писаний, через слушание наставника. Человек помнит о Боге и, отвлекаясь от себя, побеждает свою судьбу. Женщина, она суткана из любви, то есть ей нравится любить. Сделали погромче, да, звук? Сделали погромче? Кто у нас? Видите, женщина суткана из отношений, из любви. Если выйдешь ты мне навстречу, даже грянет гром, не замечу. Ну, то есть она, то есть, она живет в этих отношениях, в любви. То есть, и она, она видит все, как происходит в этом мире. Она создана для жизни. Веды говорят, женщина – это река жизни, а мужчина – это берега. В семье кто живет? Женщина живет, поэтому мужчина и пытается сделать так, чтобы она была счастлива. Он дарит ей подарки, разумный мужчина, заботится о ней. Да? Ну, стало погромче же или нет? Нет, так же? Не подключен вообще. Не подключен, да, я тоже так чувствую, да, что-то. Хорошо, ладно. Инженер ушел. Мужскую тишину. Это такой стаень, когда мужчина забывается на работе. Надо звук сделать. Вот. Ну, то есть, женщина, как река. Река, когда течет, она вовлекает за собой камни, все, она бурлит, она живет, живая. Вокруг реки все, деревья начинают расти, трава, она все питает своей водой. Женщина, как река. Она река жизни. Она и рожает детей, она создает жизнь, и она поддерживает жизнь. От нее настроение все зависит. Вот, допустим, в квартире у женщины плохое настроение, у детей плохое настроение, у собачки плохое настроение, атака ходит собачка. Смотрит на женщину и собачка тоже, у детей плохое настроение, даже у тараканов плохое. И муж приходит, так как он же наслаждается настроением, у нас чего-то звука нет вообще сегодня. А? Да? Нету звука. С компьютера идет просто. Ну, то есть, видите, женщина отживет, она живая, то есть, она строит отношения, понимаете? Вот, а мужчина, он должен это понимать, потому что некоторые мужчины, они завидуют тому, что женщина живет. И начинают, а что тебе только платье покупаем там, и так далее, то есть, завидуют, что женщина родилась жить. Мужчина может счастье испытывать только когда жена довольна. И дети тоже испытывают счастье, когда женщина, их мать довольна. Все вокруг женщины течет жизнь в этом мире. А мужчина создает условия, он дает возможность женщине, и тогда он счастлив, когда жена счастлива, он тоже счастлив. Это его природа мужская заботится. Именно сделать счастливой жену. Он бескорыстный мужчина по природе. Женщина бескорыстная? Женщина может служить, легко служить. Мужчине легко служить? Нет. Она говорит, вымой полон. Дай денег на... То есть, мужчина бескорыстный по природе. Но служить ему тебе тяжело. Что тебе подарить, человек мой дорогой? Я тебе подарю. Может, этот рассвет. У меня для тебя невозможного нет. Ну, то есть, мужчина может все подарить. А женщина нет. Поэтому, мужчины, не тратьте женские деньги. Если женщина заработала, и вы потратили, это была ваша ошибка. Вы потом пожалеете, потому что они незабываемые. Мужчины, когда деньги мужские потратят, забылись. Но женские, когда потратится, она... Она никогда не забудет, будет печалиться все время. Женские деньги очень горячие по природе, опасные. А что вы поэтому гоните жену зарабатывать деньги? Вам все равно от этого счастья не будет. Лучше пускай вас вдохновляет. Ну, или пусть зарабатывает сама, тратит это все. Но если вы пытаетесь их взять, эти женские деньги, это опасно. Потому что она не забудет никогда. Вы-то забудете уже все. Она никогда не забудет. Так, есть женская природа, есть мужская природа. Некоторые женщины говорят, что я очень грубая, вот, очень гневливая. Не нежная, не ласковая, раздражительная. То есть, женщины обвиняют себя в том, что у них проявлены мужские качества. И это означает, что, типа, ну, мне невозможно быть женщиной. Это то же самое, что мужчина обвиняет себя. Я слабый, трусливый, ленивый. Ты не слабый, трусливый, ленивый. Ты просто не занятый. Вот у меня сейчас сын моей сестры приехал ко мне. Как бы он сидит с улыбняем в компьютер такой. Не то, что он ленивый, он просто не занятый. Я взял его, вытащил, поставил кое-куда. И он начал работать все. Перестал быть ленивым сразу. Нужно быть занятым просто человеком. По своей природе. И все, и он включается и становится развитым. Женщина не может быть грубой. Она просто не занята в доброте. Она не может быть скупой. Она просто не занята в служении. Женщина не может быть злой. Она просто не занята в том, чтобы прощать людям. Принимать их. Ну то есть, вот когда человек, допустим, лечит людей, он не может быть злым на людей. Потому что он им помогает. То есть, если ты помогаешь человеку, ты перестаешь быть злым. Просто если вы, женщины, нашли в себе какой-то недостаток характера, это значит, что вы просто не заняты. А чтобы вам быть занятой, вы не сможете сами себя занять. Для этого вам нужно общаться в этом направлении с женщинами. И тогда они вас займут. Они вам скажут, слушай, ну ты пойдем, там поможем, туда-то, сюда-то. Давай. И ты вдохновишься и пойдешь. Женщина, естественным образом, чиста. У мужчины разум имеет силу, природную силу, а у женщины разум не сильный. Сильный разум означает воля, решительность, храбрость, целеустремленность. Это у мужчины, естественно, развито в мужчине в характере. Естественно, Бог дал это все. Женщине это Бог не дал. Женщине Бог дал чистоту разума. Это означает, что женщина сердцем слушает, думает, правильно, согласна. Она все правду чувствует быстро, женщина. Схватывает, что вот это правильно, и так начинает жить сразу. Поэтому женщина не должна печалиться, что у нее нет силы и решимости жить правильно. Она не должна об этом печалиться, потому что это означает забивать часами гвозди. Почему я такая нерешительная? Я не могу себя заставить, потому что у тебя совсем другой разум. Он вдохновляется чистотой. Разум женщины соткан из совести. Она очень совестливая женщина. Женщина это совесть семьи. Она не может грешить в семье, потому что совесть, говорит, не делай этого. И она старается, чтобы все было правильно в жизни, по совести. В этом разум женщины заключается. Она сигналит опасность. Она говорит мужу, этого не надо нам делать, это неправильно. Сигналит ему, говорит, неправильно. Муж должен прислушаться. Потому что жена это совесть семьи. Сердце мужа, совесть семьи. Женщина не должна пытаться быть волевой. Но может человек жить без воли или нет? Нет. Поэтому женщина должна знать. Запишите себе женщину. Запомните, что ваша воля находится в отношениях с женщинами. Если у вас сильные связи в отношениях с женщинами, и что-то вам нужно сделать, вы звоните всем женщинам своим, и они говорят, давай сделаем это вместе там. Они вдохновляют вас, и у вас появляется возможность сделать. И вы еще сильнее, чем мужчина, можете делать. Допустим, если вы созванетесь, вы каждый день можете рано вставать, каждый день можете молиться. Но для этого нужно знать, как работает разум женщины. Вы каждый день можете о ком-то заботиться, постоянно. Но для этого вы должны вдохновляться этим в отношениях с женщинами. Если эти связи с женщинами не работают у вас, значит, тогда вы беспомощны. Вот, допустим, у вас есть место, где вы живете, допустим, квартирный дом. Если вы не знакомы с соседями, вы не можете быть доброй по отношению к ним. И это значит, что собачка соседская будет какать на вашу коврик. Почему? Потому что вы для нее будете чужая. Поймите, что это ваш долг заключается в том, чтобы позвонить соседям, накормить их пирожками, угостить их с праздником. Есть случаи разные, допустим, Новый год, поздравляю вас Новым годом. Счастья вам. И все открывают двери в это время, потому что они знают, что это нормально поздравлять Новый год, даже чужих людей. И после этого они становятся своими. Надо взять и во всем подъезде всех поздравить с праздником каким-то. И после этого все будут вас любить. И когда муж ваш, допустим, пойдет на работу и встречит мужа, соседа, они будут улыбаться друг другу, потому что женщины установили связи. Вот и пошла доброта. Жить на площадке. Теперь вор туда зашел. Вор на площадке зашел, своровать, обграбить квартиру. Смотрит, цветочек растет на подоконнике. Стоит поливалка там, допустим, кружечка поливать на полной водой. Смотрит, в другом месте конфетки лежат там на подоконнике для всех. Или написано, дорогие жильцы нашего подъезда, всех с Новым годом. Доска объявлений при входе в подъезд. Вы неужели вы думаете, что он пойдет там грабить? Да зачем ему это надо? Тут же настучат соседи. Потому что все друг друга любят. А вот если он заходит под подъезд, там бардак, никто никого не любит, грязь. Ну понятно, он еди, ломись, там никто даже не выйдет на площадку. Чувствуете, как женская энергия, когда она начинает жить, она соединяет все и защищает. Допустим, у вас, вы слышите крики, допустим, у соседей сверху, допустим, да? Вопли, помогите. Но вы не знаете их, этих соседей. И вы стесняетесь думать, ну что я буду там звонить, я не знаю, что там происходит. А если вы знаете, вы сразу звоните и помогаете. Правда? Это же защита. Женские вот эти связи, отношения, это защита. И причем не только женщины, а всех людей вообще защита. Если женщины вот так живут, то не может быть в доме голодного человека. Они знают все про всех, женщины знают. Они сразу, о, вот это, вот в нашем доме живет, вот этот человек, он голодает. И все раз, сразу сложились, пошли, там одна принесла, вторая, все заботится. Когда о ком-то заботится, в этом доме процветание начинается. Там другая энергетика. Заходишь туда, подъезд, и хорошо становится. Почему? Потому что вот эти женские энергии, доброты, начинают жить, работать. Даже просто простой пример. Допустим, я в Красноярске выхожу, лекцию читать, смотрю, висит просто бутылка пластиковая. Там дырочка и семечки. Вот на дне вот столько. И смотрю, воробьи подлетают, клют, клют, клют. И с лекции приезжаю, смотрю, опять столько же семечек. Думаю, не может быть, они же быстро клевали, там 10 минут и уже нет. И я думаю, значит, кто-то за этим следит. И смотрю, на первом этаже в окне сидит женщина пожилая. И излучает доброту. Ей неком больше заботиться. Она одна осталась. Но есть птички, которых она любит и заботится о них. В результате все вокруг наполняются добротой. Я когда увидел эти глаза, я наполнился добротой и пошел дальше с хорошим настроением. Потому что женщина выполняет свой долг. Она не сидит, скулит, что ее все бросили. Она одна осталась. А она просто остается женщиной в этой ситуации. И продолжает служить, служить, заботиться обо всех. Есть, конечно, такие женщины, которые просто нам и не снились. Святые женщины. Я сейчас расскажу вам историю жизни святой женщины. Одна женщина жила в Баку. И она познакомилась с ведическим знанием. Начала изучать все. И узнала, что в одном храме, где-то там в Южной Индии, некому заботиться об алтаре. И она была одинокая женщина. И она поехала в эту Южную Индию, приехала туда и говорит, я хочу заботиться об этом храме, об этом алтаре. Они говорят, этот алтарь, этот храм, древний храм, находится в километре в гору от селения. И там нет воды. И там негде жить. И там нет еды. И только священник ходит туда раз в неделю, чтобы забыться. Он просто туда идет, назад. Это занимает время. Она говорит, я там буду жить. Женщина русская, женщина. Не знает хинди, ничего. Я, говорит, буду жить там. И они говорят, ну, а ей уже много лет, она там 60 с лишним лет. И они говорят, ну ладно. Они так удивились. И она начала там жить. Сначала она носила воду себе, спускалась, поднималась. Кто придет, тот пожертвует еду. Она жила только на том, что принесут. Потом люди начали просто ходить туда каждый день и жертвовать ей воду и еду. Потом один человек, богатый, взял и построил ей там домик небольшой, чтобы она там жила, заботилась. Потом приехал из области, ну, глава, потому что от нее пошли слухи об этой женщине, пошли. Он приехал и проложил туда дорогу наверх. Туда начали ездить туристы. Потом эту женщину начали звать везде, в округе, для того, чтобы она благословляла свадьбы, благословляла людей, народы на хорошие. И когда она благословляла, все хорошо начало проходить. Люди начали считать ее святой. Они начали ездить просто к ней, для того, чтобы она на них посмотрела. И она постоянно служила Богу, больше о чем не думала. И в один день, когда к ней приехали, они увидели, что она в поклоне перед алтарем ушла из жизни. Понимаете? То есть человек просто начал служить Богу, и все женские качества так раскрылись сильно. Но хотя ее святой не считали, когда она жила в своем Баку, или где она жила. То есть ее там святой не считали. Но когда она приехала и начала так жить для Бога, то она очистилась и стала святой. И она ушла из жизни совершенным образом. Когда человек в поклоне перед алтарем уходит из жизни, он уходит в духовный мир. То есть это значит, что он больше рождаться в этом мире не будет. То есть он полностью побеждает свою судьбу, такой человек. Я к чему этот пример привел, чтобы вы поняли, что на самом деле несложно женщине быть героем. Для этого она должна просто выполнять свой долг. Вот заботиться, допустим, об алтаре – это женская природа. И женщины должны иметь дома алтарь и заботиться об алтаре, притирать его. Допустим, читать Священное Писание перед алтарем. Освящать пищу перед алтарем. И тогда, когда Бог приходит в дом, Он начинает там жить, Бог есть в каждом человеке. Веда описывает, что внутри человека, внутри человеческого тела есть душа – это Я. А есть еще сверхдуша – это Бог. И сверхдуша или Господь внутри нашего тела? Один и тот же Господь. Как же солнце для всех одно, светит для всех людей. Так и Господь, Он может жить в телах каждого человека. И Он выполняет все функции. То есть, вот допустим, мы поели, проглотили, мы не знаем, что дальше происходит. То в какой-то момент думаю, о, надо, а то сейчас будет пахнуть плохо. Вот. Ну, то есть, понимаете, мы не знаем, что в промежутке было. Мы съели, там раз, что-то происходит. Мы не знаем, что миллиарды клеток там питаются синхронно, каждое свое, там целая система контроля. Очень глубокая идет. Кто это контролирует? Люди говорят, это автоматически контролирует. Невозможно это автоматически контролировать. Есть разум, который за этим следит. Это Господь следит. И Он так же выступает, как совесть. Вот допустим, вот вчера кто из вас задавал мне вопросы, я на них сразу отвечал. Поднимите руки. Ни один не ответил. Ни один не ответил? Один не ответил. Один не ответил я. Я Бог ответил. Угу. Так вот, это не я отвечал, это Бог отвечал. Понимаете, когда старший говорит по-доброму, то Господь начинает действовать. Я же не могу видеть все ваши мысли и отвечать вам на ваши мысли. Это Господь так действует. Или допустим, вот кому я приходил во сне и вам говорил, как правильно делать. Это не я приходил. Господь просто принимает форму старшего. Потому что Он сам не показывается нам на глаза. Мы недостойны. Поэтому все начинается с Бога. Понимаете? То есть, если женщина хочет стать женственной, она должна понять, что женственность – это не ее природа. Это не женская природа. То есть, не ее лично природа быть женщиной. Это божественное, проявленное в ней. И поэтому, если человек начинает служить Богу, то есть, алтарь есть, допустим, я с молитвой готовлю. В своей вере, естественно, не в чужой. Вот какая у вас есть вера, ничего менять не надо, просто нужно так начать жить. И дальше что происходит? Женщина становится женственной, потому что в ней начинает Бог раскрываться. Вот как в женщине Бог раскрывается? Он ей дает меч и щит. Щит, она становится такой мужественной, да? Бог в женщине начинает раскрываться. Он становится мужественной, говорит, вперед, товарищи! Да? Нет. Нет. Бог, когда в женщине раскрывается, какой она становится? Красивой, доброй, нежной, ласковой, заботливой, чистой, совестливой. Сострадательной. Интуитивной. Она предчувствует события. Это женская природа. Чувствительной, интуитивной становится. Это все божественное в ней. Это не то, что она такая. Вот, допустим, в мужчине, почему мужественность нравится так женщинам? Почему? Потому что это божественное свойство в мужчине. Бог наделяет его этой силой. Вот, допустим, красота женщине принадлежит? Нет. Она то есть, то нет. Вот она, молодая девушка, красивая, потом раз, красота ушла куда-то. На нее раньше смотрели, теперь не смотрит. Но если она Богу служит, то красота не уходит. Она уходит внутрь. Она не уходит от человека. Допустим, лицо состарилось, оно уже не такое красивое. Но женщина остается красивой. Почему? Потому что она богатая. То есть она связанная с Богом. Или мужчина, допустим, он ради веры сражается. У нее больше храбрости будет? Или просто ради себя, ради денег? Конечно, больше. Понимаете? Но надо понять такую вещь, что все равно ничего не изменить. Женщина рождается для женского счастья, а мужчина для мужского. Понимаете? Женская природа. Не, я хочу... Олег Геннадьевич, я хочу в институте выучиться. Ну, выучись, хорошо. Нет, я хочу, вот... Не знаю, где, правда. Но это же не женская природа. Вот выучиться в институте, не знаю, где. Может быть, ты не то, что ты хочешь. Надо хотеть свое. Я хочу смеяться и любить. Хочу любимой быть. Конечно, человек должен быть развит, понимаете? Это факт. Все должны в институте учиться. И женщины, и мужчины, и все это нормально. Женщины по природе любят учиться. Но женщина для чего учится? Она учится, чтобы жить. Она поэтому учится. И вот вы, допустим, женщины все сейчас лекцию слушают, они такие... Слушают для того, чтобы жить. Им надо это для жизни. Мужчина для чего учится? Для победы. В том числе и для этого, да. Он учится для победы. Мужчина учится для победы, понимаете? Ему надо побеждать судьбу. А женщине надо жить. Теперь, надо ли женщине учиться, чтобы зарабатывать деньги? Пши. А? Да. Сейчас расскажу. Сейчас расскажу, расскажу. Смотрите, есть люди разного силы жизни. Есть лидеры по природе, лидеры. У нас была в Москве передача. То есть, две было команды. Одна была команда, не хочу учиться, а хочу жениться. А вторая команда, не хочу жениться, а хочу учиться. Ну, то есть, где правда? Ну, разбирались, где правда? Сначала жениться или сначала учиться? И я был экспертом там. И еще одна женщина, она возглавляла комитет многодетных матерей России. И она рассказывала, что я сначала вышла замуж. И когда я вышла замуж, я почувствовал себя очень устойчивой. Я начала сразу хорошо учиться в институте, потом должность взяла. Ну, то есть, понимаете, есть женщины, которые очень сильны как личности. То есть, есть же женские обязанности в социуме, их никто не отменял. Есть лидеры общества, в том числе женщины. Но женщина, которая является лидером общества, но при этом не замужем, она не способна быть сильной как личность. Она будет метаться все время, у нее не будет устойчивости. И она поэтому говорила, для меня всегда в жизни сначала была семья. Но это не значит, что я не патриотка. Я всегда опиралась на свою семью в жизни. И когда мне было трудно, я советовал с родственниками, с близкими. Понимаете, опиралась на семью. Когда женщина опирается на семью, она становится сильной. И она может много сделать, даже как политик, и даже как президент страны. Никто этого не отменял. Просто есть опора. Вот мужчина, он опирается на свою способность побеждать. Все люди опираются на Бога в конечном варианте. Но сначала у мужчины, сначала Бог, потом его способность побеждать, и потом семья. Первым делом, первым делом, самолеты, а женщины, а женщины потом. Мужчина должен так жить. Если у него первым делом женщины, то это значит, кем он становится? Бабником. И такой мужик никому не нужен, понимаете? Никому не нужен. Мужчине первым делом должны быть самолеты, то есть победа. А потом дальше личная жизнь. Поэтому мужчина сначала развивается, развитым становится, а потом к личной жизни приходит. А женщина должна сначала к личной жизни прийти, а потом стать развитой. Потому что если она сначала развитой станет, тогда будет не тот вариант, который она ожидает. Потому что развитая женщина, она уже не нуждается в мужчине. У ней есть свои деньги, зачем ей мужик нужен? У нее есть своя квартира, зачем мужик нужен? У нее есть своя машина, зачем мужик нужен? И поэтому она не зависит от мужчины. А когда она с ним встречается, она какого мужчину тогда ищет? Чтобы он был нежным, добрым, был ласковым. И кого она себе находит, мужчину? Нет, она находит себе ватрушку. Ватрушку. Потому что у мужчины есть три стадии развития. Первая стадия развития мужчины называется ватрушка. Он такой матрушка просто. Вот. Вторая стадия развития мужчины, он становится напряженным, пахарем становится такой. Напряженным, пахивается такой. тянет на себе все. Рукается, спорит, срывается, нервничает. И третья стадия развития мужчины – это мудрец. У женщины первая стадия развития – Божий одуванчик. Правильное развитие. Вторая стадия развития у женщины какая? Жена. С детьми там и так далее. И третья стадия развития – мать. Неправильное развитие у мужчины. Первая стадия. Не ватрушка, а кто? Бабник. Потом вторая стадия, дальше неправильного развития. Бабник. Вторая стадия. Кто он? Алкоголик. А третья стадия? Третья стадия – просто нищий бродяга. Понимаете, женщина или нет? Ну, то есть, конечно, женщина должна учиться, она должна иметь работу, все это нормально. Но если женщина ставит это на первое место, не семью, то она потом находит себе какого мужа неразвитого, может быть, хороший человек, но он неразвитый. Почему? Потому что он женится на ней для того, чтобы защиту иметь. Он не женится для того, чтобы любовь иметь, а женится для того, чтобы защиту. Вот у него нет квартиры, а у нее есть. Это же классно, иметь телку еще из квартиры, с машиной, как бы с работой. Классно же? Женщины молчат, не знают, классно или нет. Женщины говорят, нет, не классно. Но вы сами так решили. Вы же сами так решили, что так должно быть. Чего мужчина откажется? Зачем ему отказываться от того, что само идет в руки? Но вы поймите, что мужчина, когда он видит, что женщина уже все и так сделала, он будет напрягаться, нет? Нет. У мужчины есть только два способа пожить. Первый способ лежать на печке, второй воевать. Понимаете, если женщина воюет, зачем мужчине воевать? Он лежит на печке. Она говорит, кушать нечего, не работаешь там, я деньги зарабатываю все. Он говорит, да. Почему? Потому что, ну, зарабатывай дальше. Он же мужик, он не парится, все хорошо и так же. Не бывает гражданского брака. Бывают просто недоразвитые отношения. Бывает вообще и гостевой же брак, да? Это означает просто недоразвитые отношения. То есть, когда они развиваются, то люди начинают сначала брать ответственность друг за друга через родственников. То есть, они клянутся через родственников. Это называется роспись. А потом они перед Богом уже клянутся. Это называется венчание. Самая развитая семья. Уже повенчались, даже перед Богом поклялись. Они развиты, они говорят, да, мы же как бы друг другу гарантируем, что мы будем вместе. Ну, что, зачем расписываться?